Уже пятые сутки зимник Нарин Марусинск закрыт на замок. Сначала сильная метель, а затем оттепель установили транспортную блокаду на всем протяжении зимней автотрассы. Сейчас подрядная организация ООО «Транзит» устраняет последствия капризов погоды. И вместо того, чтобы начать ремонт зимником, дорожники протаскивают колонны автотранспорта, который, вопреки запретам, выехал на трассу и не смог прорваться сквозь снежные заносы и переметы. Зимняя автотрасса на замке уже шестой день. Сначала в тундре бушевала метель, затем наступила оттепель. Несмотря на все запреты и предупреждения дорожников и спасателей, нашлись те, кто рискнул, выехал на трассу и оказался в плену непогоды. О ситуации на трассе по телефону Схарьягинского нам рассказал один из водителей, который находится на трассе уже пятые сутки. По сообщениям 112, за последние несколько суток поисково-спасательная служба региона вывезла с зимника 28 человек. Еще 13 человек прибыли в город на триколе подрядчика ООО «Транзит». Шесть легковых автомобилей пришлось оставить на посту и на заправке в районе Харьяги. По словам Владимира Волкова, директора подрядной организации «Транзит», которая занимается строительством и содержанием зимника, сейчас все внимание сосредоточено только на спасении людей и техники. Сегодня утром дорожники протащили колонну из 20 грузовых автомобилей до центрального поселка Дорожный, где большегрузам придется ждать хорошего зимника. На объекте есть топливо, продукты и места для ночлега. Мы все-таки пытаемся всех собрать в кучу в одну, чтобы никто не остался на зимнике. То есть трактора идут, где-то машина встала, ее тоже цепляют, подтаскивают, и вот мы сейчас всех стаскиваем к центральному поселку. То есть мы сейчас все трактора пустили на именно протаскивание машин и собираем их, чтобы никто на зимнике не остался. Нам его надо освободить как раз к среде, погода успокаивается, все, начинаем гитарить и работать, проливать и все. Ситуацию на зимнике уже несколько дней активно обсуждают и в социальных сетях. 30 января на страничке одной популярной группы ВКонтакте появилось видео. Его выложил один из водителей большегрузов. В комментариях к видео, на котором отчетливо видно, что в тундре бушует метель, автор призывает не выезжать на зимнюю дорогу. Только что приехали с Харияги. Зимник прошли за сутки на КамАЗе-Вездеходе. Раза два засели. Зимника нет, его просто замело полностью, и вся работающая техника там только разбивает его еще больше. Не суйтесь туда. Там уже есть брошенные внедорожники и шоссейники. Ниже самые разные мнения и комментарии. Кто-то настаивает на бездействии подрядчика и недостатке техники, а кто-то, руководствуясь здравым смыслом, рекомендует вспомнить, что мы живем на Крайнем Севере и слишком сильно зависим от погоды. Никаких 15 единиц техники я там не видела. Только один трактор чистит. И только совсем маленький участок. И две гитары. Но после их прохождения сразу все заметает обратно. Если открывают зимник и его берутся обслуживать, то он должен работать в любую погоду. А если эта дорога не для общего пользования, то должны об этом сразу сообщать. Люди, выезжая с надеждой, вернутся обратно в запланированный срок. Зимник – это временная дорога, и она напрямую зависит от погоды. Это не федеральная автодорога. Такое ощущение, что этот город на Ринмар построили года четыре назад. И его жители не знают, что такое февраль месяц и всегда метели. По словам директора подрядной организации Владимира Волкова, техники у подрядчика достаточно. То, что там горят, у нас мало техники. Техники ровно столько, сколько ее нужно. Если у нас не хватает, мы ее нанимаем очень быстро. С Усинска приезжает, и поливалки, и все трактора, кировцы там с удовольствием работают. За деньги все работают. И помогают. Это уже не первый раз. Потом организовываем поливалки, тоже довозим водителей в две смены. Кировцы у нас постоянно круглосуточно работают. То есть в нормальном режиме мы работаем, как бы так. Даже больше, мне кажется, стараемся, чем надо. Но погоду никуда не денешься от этого. По словам Владимира Волкова, начать чистить зимник сейчас – значит полностью его потерять. Порядок действий при неблагоприятных погодных условиях, в том числе оттеплях, прописан в регламенте. Цитирую. Снегоочистку на автозимнике следует максимально ограничивать, применяя уплотнение снега на полотне с наращиванием высоты насыпи и с возможным проведением работ по намораживанию льда методом разлива воды, что обеспечивает продление сроков эксплуатации зимников. Чтобы выполнить этот пункт регламента, проезд по временной зимней автодороге должен быть полностью ограничен. Если мы расчистим зимник, мы его вообще потеряем. То есть мы, да, это есть такой вариант, мы пропустим всю колонну, но зимика больше не будет. Уже опыт есть такой, делали в прошлые года и больше таким никто не занимается. Нужно ждать, пока становится погода и температура хотя бы около минус 10. То есть его надо отгитарить, он сутки стоит уже твердеет, машины в принципе легковые точно проедут все. И проливать зимник, срочно проливать. Ну и ждать, пока заморозится. Ну и да, и ждать там хотя бы при минус 10, где-то по регламенту 15 часов ожидания. То есть замерзает и все поехали уже. Зимник будет поднят и он уже выдержит, я думаю, метели две таких. Возможно, потом опять вариант повторится. Вот если такая метель будет, снова так же придется закрывать. Но у нас зима меняется с каждым годом, наверное, заметили все. Напомню, зимник Нарин-Марусинск закрыт для всех видов транспорта. Неблагоприятные погодные условия не дают возможности открыть движение по зимней автодороге. Узнать о состоянии зимника можно непосредственно перед выездом. В поселке Искатели установлено информационное табло. Также оперативную информацию можно узнать по номерам 112 или 8 911 650 40 40. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.